Вождение в нетрезвом состоянии одна из главных причин абарий на дорогах. Проблема с каждым годом становится все актуальнее для всех регионах страны и не исключением стала наша республика. Многие автовладельцы после распития горячительных напитков не прочь и полихачить, особенно в темное время суток. О ночных гонках и о том, как сотрудники ДПС борются с этим в материале Камиля Девятого. Ночная погоня. Отечественный автомобиль привлек внимание полицейских странной манеры езды. В ходе проверки документов сотрудники ДПС почувствовали запах спиртного от водителя и его пассажиров. Владелец легковушки от теста на алкогольное опьянение, как ни странно, решил отказаться. Алкоголь, как известно, придает храбрости. Но храбрость у пьяных водителей, попавшихся на нарушениях ПДД, иссякает Вадим Мик. Как разговор с ними вступают сотрудники правопорядка. Попавшиеся в руки инспекторов-нарушителей находят уйму отговорок в свою защиту. Что, не пил? Нет, не пил. Не пил. Вчера его пил, а сегодня не пил, брат. Вот один из пьяных водителей проходит освидетельствование, и алкотестер фиксирует содержание алкоголя в организме мужчины. В целях стабилизации аварийности на территории Республики Дагестан сотрудникам госавтоинспекции ежедневно проводятся мероприятия по выявлению водителей, находящихся за рулем в нетрезвом состоянии. Так, за истекший период текущего года сотрудникам госавтоинспекции выявлено более 2000 водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. В отношении 259 возбуждены уголовные дела по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации за управление в нетрезвом состоянии повторно. Лишиться прав за нетрезвое вождение – это не самое худшее, что может случиться. Но лишить жизни по причине вождения в пьяном виде – об этом стоит задуматься. Камиль Девятов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.